Выставка эпоха Сахарова Эта выставка была открыта в выставочном корпусе Музея общественного центра имени Андрея Сахарова в Москве. С выходным в понедельник, вход бесплатный, как всегда, на выставках этого музея работала, она с 11 до 19 часов. И вот прошло с того времени уже 17 лет, и я в интернете смог обнаружить только упоминание о том, что такая выставка была. А видеоматериалов, репортажей телевизионных, фото, обзоров выставки, интервью участников, обзоров прессы, которая много внимания этому уделяла, судьба экспонатов, ничего этого, собственно говоря, найти нельзя. По-моему, это существенный пробел в культурном пространстве, музейном пространстве и истории этого пространства современной России. И я хотел бы по возможности его восполнить. Дело в том, что в то время я работал уже с осени 1999 года в музее Сахарова и продолжал там работать еще два года спустя после выставки. И вот организация выставки входила в мои обязанности, экскурсии на ней не проводились, но у меня в архиве есть документы, которые, мне кажется, интересно сохранить. Если кто-то имеет такие документы, ну вот тоже надо иметь к ним доступ, наверное. Вот о подготовке выставки можно рассказать. Есть письмо официальное из музея директору Российского государственного архива кинофотодокументов, где говорится, что музей и общественный центр Сахарова просят разрешить работу в каталоге фотоматериала для подбора экспозиции. Эпоха Сахарова. Кому? Художнику Злотникову Юрию Савельевичу, историку Леонтьеву Ярославу Викторовичу, сотрудницу музея Малановой Марии Абдель-Кадыровне и мне, Федотову Виктору Викторовичу, кандидату исторических наук. Ну вот Юрий Савельевич Злотников прожил еще 15 лет после этой выставки, а мое общение с этим известным художником продолжалось до 2003 года на период двух лет после выставки. Общение было мне интересно и довольно плодотворно. Дальше вот есть у меня письмо, такое же на бланке, официальное, директору Государственного культурного центра музея Высоцкого. Уважаемый Никита Владимирович, опять в музее Сахарова, готовит выставку на тему эпохи Сахарова в мае-июне 2001 года. Хотелось бы поместить на этой выставке фотографии Высоцкого, творчество которого в той или иной степени было известно практически всем жителям страны. На протяжении нескольких десятков лет отражало многие проблемы ее развития. Просим ваш музей предоставить во временное пользование мне 3-4 фотографии выступлений Высоцкого с концертами в день похорон. Ну и берет в музей гарантийные обязательства. Ну и другие такого рода документы были направлены, и сбор материалов длился несколько месяцев. Всю весну практически 2001 года я очень активно этим занимался. Вот, собственно, что делали еще другие люди, можно сказать, обратившись к архивному тематическому плану выставке «Эпоха Сахарова». И вот тут написано, что тем план подготовлен Ярославом Леонтьевым и Юрием Самодуровым, директором музея, с использованием и на основе материалов и предложений Виктора Федотова, Белла Коваль, сотрудницы архива Сахарова, а также консультаций с Владленом Сироткиным, Дмитрием Форманом и Юрием Злотниковым. Так что вот в итоге то, что получилось, в какой-то мере отражает мою не только техническую, но и творческую такую источниковическую работу, но только в какой-то мере. Ну, в частности, я ездил еще к Елене Цезаревне Чуковской, внучке известного писателя Корнея Ивановича Чуковского, на Тверскую улицу улицы Горького, и состоялся любезный разговор. Она передала для этой выставки ряд материалов. Из этих материалов только одно письмо было посвящено в экспозиции, другие, к сожалению, ну, там какие-то телеграммы, а другие не были помещены. Но у меня в архиве остались, и, естественно, это ксерокопии. Ну, и вот этот визит у меня помечен в архиве состоялся прямо незадолго до открытия выставки 15 мая 2001 года. Так что вот дополнение всяких материалов продолжалось прямо до открытия выставки, и эти 2-3 месяца архивной работы, конечно, не исчерпали всех возможностей, и, можно сказать, определенная спешка, и такой вот материал характера заготовок все-таки остается, наверное. Ну, вот что в архиве, мне кажется, сейчас интересным упомянуть из переданных Еленой Цезаревной Чуковской материалов. Это письмо, вот есть ксерокопия рукописи, и распечатка тоже в ксерокопии, по поводу ученого Юлиана Григорьевича Оксмана. Письмо, это, правда, написано незакончено, рукопись обрывается. Ну, вот сейчас я открываю российский энциклопедический словарь, издание как раз уже состоялось на момент открытия выставки, это 2000 год, российская энциклопедия. И вот там во втором томе про Оксмана написано. Оксман Юлиан Григорьевич, 1894-1995-1970 годы. Литературовед, профессор Ленинградского университета с 1923 года. В 1933-1936 годах замдиректора Пушкинского дома. Необоснованно репрессировано в 1936-1946 годах. Профессор Саратовского университета 1947-1957 годов. Сотрудник ИМЛИ Института мировой литературы 1958-1964 годов. Опубликовал архивные материалы по делу декабристов. Редактировал и комментировал многочисленные издания произведений русской литературы 19 века. Книга-летописи жизни и творчества Виссариона Григорьевича Белинского 1958. От капитанской дочки к запискам Охотника 1959. И вот что пишет о нем Корней Чуковский. В рукописи, которая не была закончена и обрывалась. Я читаю по распечатке. К известному советскому ученому Юлиану Григорьевичу Оксману применена жестокая казнь. Замалчивание. Очевидно, по распоряжению свыше, его имя систематически вычеркивается из статей, помещаемых в современной печати. Вместо того, чтобы патриотически гордиться тем, что в нашей стране есть такой ученый, нам предлагают считать это имя постыдным и скрывать его от советских читателей. Мера эта чрезвычайно мешает плодотворной научной работе замечательного исследователя. И здесь большой убыток для нашей культуры. Скрыть его фактически невозможно, так как без знания фундаментальных работ Оксмана нельзя обойтись никому, кто вздумает серьезно изучить историю русской культуры. Нельзя понять восстание декабристов, революционную поэзию Рылеева, творческую путь Белимского, историю записок Охотника, не изучив исследований Оксмана. Оксман – один из первых, применивший к своим исследованиям подлинный марксистский метод, очень далекий от фульгарного социологизма, который свирепствовал в те годы, когда Оксман начинал свою деятельность. Именно эту особенность оценил в его работах Горький, избравший его своим заместителем в Пушкинском доме. Вычеркнуть такого крупного ученого из истории советской науки невозможно. У него есть своя школа, есть десятки учеников и последователей, к которым причисляем себя и мы. И, конечно, его имя не умрело для потомства. А вообще сомнительно целесообразность таких насильственных замалчиваний того или иного из заслуженных наших писателей. Подмечено, что всякий писатель, которого обрекали на эту гражданскую казнь, приобретает вследствие этого удесетеренную славу. Замалчивали Бунина, Ахматова, Куприна, Сашу Черного, Зощенко, Булгакова, Бабеля, Заболоцкого. И от этого их имена стали особенно дороги советским людям, которые патриотически гордятся, что в недрах нашей русской культуры возникли такие большие таланты. Пора бы убедиться, что эти методы расправы с писателями не оправдали себя. Ну, здесь эта рукопись обрывается. Теперь вот хочется мне сказать про уже упомянутый тематический план, который даст представление, что же представляла собой эта выставка. Вообще, выставочный корпус музея Сахарова для выставки был разделен четырьмя рядами стендов. В каждом ряду стояло несколько больших стендов. И таким образом по центру образовывался большой проход, а справа и слева два дополнительных прохода. И вот по обе стороны от этих стендов экспонировался основной такой документальный материал. А на стенах этого выставочного зала были размещены подлинники картин той эпохи, которую Юрий Злотников получал от художников во временное пользование для выставки, лично зная их, потом возвращал им. И там также были размещены копии из представляющей собой выдержки средств массовой информации того времени. Газет, журналов. И принцип экспозиции, не мной придуманный, предусматривал, что вот так вот какими-то булавочками, как листья, падающие с деревьев осенние, будут эти копии прикреплены к стенам и к различным стендам вокруг этого зала. Их и ветер треплет все, что вот мимолетное что-то и что-то вот фундаментальное. Может быть, такой был художественный зал. Ну вот теперь как эти темы выглядели на выставке. Тема первая называлась «От победы до смерти Сталина. Победа в Великой Отечественной войне» и под заголовок «Ожидание надежды и иллюзии». По этой теме вот прочесть сейчас, наверное, весь тематический план будет достаточно долго и скучно. Его лучше вот посмотреть, копию этого, этих документов. Ну, скажем, вот фотографии и отрывки материалов Нюрнбергского процесса. Отрывок из фултонской речи Черчилля 5 марта 1946 года. Отрывки известных постановлений еще из школьных уже учебников о журналах «Звезда» и «Ленинград», от сессии «Восхнил», кампании тогдашней против космополитов. И вот документы 50-го года. И еще один раздел включал такую тематику постоянную – типажи. Хронику жизни Сахарова в это время, а также типажи. Под типажами понимались фотографии вот лиц той эпохи, считавшихся, ну, символами ее, что ли, да, или важными для потомков образами. Ну, здесь фотографии молодого офицера, потом капитана Солженицына, тогда вот служившего в армии, колхозника, инженера, некоторых ученых, военнопленного, заключенных, ну, и другие материалы. Дальше тема вторая – смерть Сталина. Подзаголовок «Оттепель» со 2 марта 1953 года до снятия Хрущева. Газета, посвященная смерти Сталина, амнистия 27 марта 1953 года, сообщения об оправдании врачей, материалы о судьбе Берии, постановление о ликвидации выставки подарков Сталину 27 июля 1953 года, ну, некоторые еще документы, постановление о возвращении паспортов крестьянам, освобождение 90 тысяч человек 1954-1955 годы, отрывки из речи Хрущева на 20-м съезде о культе личности, публикации этой эпохи, обложки журналов и книг. Вот такой был представлен здесь материал, включая на то время закрытые постановления, но уже к 90-м годам, к концу 80-х, они были опубликованы. Дальше прекращение принудительной подписки на займы для восстановления хозяйства, запуск первого спутника, пленум ЦК 29 июня 1957 года об антипартийной группе, материалы о первом фестивале молодежи и студентов летом 1957 года, о полете Гагарина, мавзолей Ленина без Сталина после 31 октября 1961 года, публикации Евтушенко поэта «Наследники Сталина» в газете «Правда» 27 октября 1962 года, публикации Солженицына 1962 года в «Новом мире» и другие материалы, там начало строительства Братской ГЭС, Академгородка в Новосибирске, а потом пленум ЦК, где нависла угроза над руководством Хрущева страной. Голосование было за его снятие 19 июня 1957 года. Дальше материалы о Нобелевской премии Пастернаку и судьба вот этой премии вместе с его судьбой. Авария на атомном комплексе на Южном Урале в сентябре 1957 года. И вот в мае 1960 года ужесточение ответственности за экономические преступления. Ну, в данном случае сейчас, вот, видя уже с другим кругозором эту ситуацию, я могу сказать, что публицистика тогда вот должна была вызывать возмущение такими мерами, а обращение к даже художественным фильмам, к сатирическим, другим открытым материалам, не говоря об иных, показывает удивительные масштабы, оказывается, теневого оборота. Целые предприятия и немалые предприятия работали исключительно на теневой оборот. И с этим связана, может быть, судьба и Советского Союза послевоенного времени, его развал, вот, и корни этого, где искать вообще. Но тогда это совершенно не входило в мой кругозор общеисторического образования и, собственно, кругозор историка, источников не было, и детального изучения я не проводил. А за последние годы интерес к этой эпохе, вот, советской послевоенной, стал расти, и очень много появляется и в интернете интересных материалов, я их отслеживаю. А вот пафос, идейный пафос этой выставки, мне кажется, он продолжает традицию кануна распада СССР и так называемых потом лихих 90-х годов. Это вот прям 2001 год. Хотя у публицистов остаются и сейчас полярно противоположные оценки сталинской и всей советской эпохи. Но вот если иметь кругозор, уже доступный сейчас любому желающему, то легко относительно будет этот публицистический задор как-то преодолевать и говорить уже на серьезной почве. Дальше вот начало самой датской деятельности, испытание водородной бомбы на Новой Земле, Карибский кризис, посещение Хрущевом выставки абстракционистов. Дальше типажи вот этой эпохи. На выставке включали сведения о судьбе и жизни самого Андрея Сахарова, а также Хрущев в Америке, строительство так называемых хрущевок, типажи студентов и студенток. Сейчас прошло уже много выставок за последние несколько лет в Москве, о культуре и искусстве того времени. Иногда впервые экспонируем материалы, так что получить можно представлений гораздо больше. Но все-таки, мне кажется, в этом рассказе о той выставке прозвучит и будет показано кое-что, что интересно даже и для настоящего времени, потому что материала много, а как расставить акценты, как они доступны в образовательном процессе для людей, интересующихся. Можно сказать, что на 2010 год, через 10 лет после выставки, огромный скандал разгорелся по поводу учебника двух профессоров исторического факультета МГУ. Я с ними работал еще в младших, на младших должностях вместе, когда я работал на этом факультете в 1980-х годах. И вот просто оказалось и там фактических ошибок много, и он рекомендован, а ученый совет не рассматривал, ученый совет отозвал рекомендации, он выдержал несколько изданий. В одной среде он был очень популярен, вот, а другие люди потребовали вообще привлечь к ответственности за искажение действительности. А было организовано письмо 43-х деятелей культуры в защиту этих, вот, якобы патриотических настроенных, как в письме говорится, ученых. Но идет речь, не знаю, как они настроены, я с ними с тех пор не общался, но сам материал, вот, объемистый кирпич, там, страниц под 700, не содержит ни иллюстрации, ни таблиц, ни необходимого выделения текстов, ни библиографии, никакой разметки, и все просто вал информации, трудно ориентироваться. Так что с тех пор уже еще 10 лет прошло, и, по-моему, вот, не бесполезно мне этот теперь материал как-то вот довести до уже иного поколения, которое даже вот и не родилось во время выставки, а сейчас интересуется, заканчивает школу, интересуется нашим прошлым. Дальше, вот, что здесь можно сказать? Третья тема по тем плану называлась «Застой и сопротивление несвободе» от снятия Хрущева до смерти Андропова. Тут помещалось открытое письмо священников Николая Эшлемана и Глеба Якунина, Алексею Первому, патриарху, письмо деятелей культуры к 23-му съезду КПСС против реабилитации Сталина 14 февраля 1966 года. Затем начало издания хроники текущих событий Андрей Апрель 1968 года, создание группы защиты прав человека, зарубежные публикации советских диссидентов того времени, 80-х годов. Дальше Нобелевская премия Солженицыну 1971 года, материалы о творчестве Высоцкого и вот подобного рода другие документы, в частности о Синявском и Даниэле, но все это было хорошо известно уже во времена поздней перестройки перед распадом СССР благодаря средствам массовой информации, а вот ко времени выставки входило и в учебники. И вот в этот учебник Вдовина-Барсенкова тоже эти материалы так или иначе упомянуты, хотя без иллюстрации, ни подлинники, ни фотографии. Ну, дальше исключение Галича из Союза писателей, уход Твардовского из Нового мира, соответственно, это 71-е и 70-е годы, эмиграция Галича, 74-й год. Дальше Конституция 1977 года при Брежневе принятая, события в Польше, и снова типажи, хроника жизни Сахарова и типажи людей 60-х, 70-х годов. Тут идет речь о Брежневе, Косыгине, как они появлялись в средствах массовой информации, фотографии Шафаревича, организаторов самоиздата, и прощание с тремя последовательно ушедшими с интервалом в несколько месяцев руководителями Советского Союза Брежневым, Андроповым и Черненко. Следующая, четвертая тема называлась «Перестройка» с подзаголовком «Путь к политической свободе» от прихода Горбачева до конца СССР декабря 1991 года. Материалы об избрании Горбачева, принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности, публикации об административно-командной системе, которую надо было развенчивать, о конференциях неформалов, вывод Ельцина из Политбюро 21 октября 1987 года, начало вывода советских войн из Афганистана 15 мая 1988 года, и общественные организации создаются. Московская трибуна, первый съезд народных депутатов, закон о трудовых конфликтов, с признанием права на забастовку, начало разрушения Берлинской стены, второй съезд народных депутатов. Вот эти все материалы посетители выставки смотрели. И вот в фотографиях из газеты, я вот лично вижу, проводили там немало времени, и не только старшее поколение. Из организованных музеем сахаровыставок она набрала наибольшее количество посетителей за весь вот этот 2001 год. Около тысячи человек. Тем не менее, обсуждение материалов этой выставки после ее закрытия состоялось в музее Сахарова, где определенная негативная реакция, недовольство не получило с того, что вот хотели организаторы. Это вызвало обиды Юрия Злотникова, вот несправедливо, это необоснованное, это суждение. Я тогда вот свою реакцию не выражал, просто вот констатирую такие факты. Дальше сообщение в тем плане выставки о катастрофе в Чернобыле. Это легко было достать из газет, из журналов. Приносили посетители музея из своих архивов газеты под эту тематику. Мы оперативно их копировали. И вот в архивах, упомянутых, и Тарта, и Красногорском архиве, и других, под эту тематику искали материалы, и ксерокопии, и документов архивных. Дальше вот на окраинах СССР, потом СНГ образовалось событие в Тбилиси 89-го года, в Риге январь 91-го года. Это Сумгаид 88-й год. Вот это было представлено на выставке. И типажи того времени. Горбачев, обложки журналов «Огонек», «Московские новости». Дальше письма, в частности, вот Нины Андреевой, погремевшие в средствах массовой информации. Деятельность Демократического союза. Сахаров на трибуне съезда народных депутатов. Вот примерно до образования ГКЧП, фоксимеле указов, связанных с ГКЧП, там было представлено, и калаш из газет, таких вот закрытых по указам ГКЧП, включая общую газету. Вот примерно тем план выставки был реально отражен. Еще в моем архиве сохранилось такое вот явление, видное на выставке, как подписи под фотографиями для выставки. Я делал это по документам. Сохранился у меня рукописный вариант, потом распечатанный вариант с справкой, потом уже окончательный вариант, и эти подписи шли уже в нужном таком выставочном формате. Ну, перечень занимает семь страниц с убористым шрифтом, а количество этих фотографий около сотни. Все читать, конечно, я не буду, но некоторые дают, наверное, представление. Самих-то сейчас у меня нет, потому что кое-что было возвращено, кое-что вот как-то, не знаю, имеет какую судьбу. А у меня вот в основном ксерокопии материалов таких текстовых, и некоторые газетных публикаций есть. И плюс вот эти вот черновые рабочие материалы с рукописной правкой всех организаторов выставки. Ну вот Анатолий Марченко с сыном Павлом, вот номер один по описи, 1974 год, из фондов самого музея Сахарова. Но это составлялось и предлагалось прежде всего вот инициаторами этой всей выставки, не мной, естественно. Владимир Буковский, я читаю там, Петр Григоренко, Николай Заболоцкий, 1958 год, из Госархива кинофотодокументов, Красногорского архива. Оттуда же из этого же архива фотографии Твардовского в 1959 году. Что еще здесь? Материалы о полете Гагарина, о писателе Иринбурге, Сергее Прокофьеве в 1946 год, тоже из этого архива. Я вместе с Юрием Злотниковым подбирали там, писали письма, разрешить экспонировать за определенную плату. Вот это все было представлено. Дальше можно сказать победа в Великой Отечественной войне, 1945 год, 1946 год, фотографии Бориса Пастернака, 1957 года, конференция церковных церковных и религиозных объединений в защиту мира, 1952 год. Дальше я листаю, ну как вот это, типажи эпохи, я же говорю по тем плану, Брежнев, там, 1981 года, ну и с архивов фото документов, они, конечно, хорошего качества. Если взять из газет, это будет худшего качества, то есть для выставки было выдержано это все. И дальше очень много материалов о горячих точках СССР, уже позднейшего СНГ, за пределами Российской Федерации, накануне распада. Это Степана Кер, Тбилиси, Вильнюс, митинги, Баку, все вот это было представлено на выставке, очень заметно. Пушкинская площадь в Москве, 1987 года, митинги, целая страница у меня перечисляет эти фотографии, причем они взяты из фондов музея Сахарова. Говорить о взвешенности каких-то вот объемов информации я не могу, потому что этим занимался уже не я, вот объем этот определялся организаторами выставки. Дальше похороны тут, Андропова, потом дальше опять события в Европе, Прага, Чехословакия, Венгрия, это 1968 год, и 1956 год, Берлин, 1953 год, все, все, вот это все было. Много материала по первому съезду народных депутатов, просто вот полстраницы у меня подписей, и по площади экспозиционной, естественно, это занимало зрительно для людей очень много времени, они чувствовали себя как бы окунувшимися в атмосферу, в том числе и самого кануна распада СССР, в эту митинговую атмосферу, вот первый съезд, и все из архива Сахарова, вот помечено в подписях. Дальше о жизни, конечно, самого Сахарова, его встреча там с учеными, с Курчатовым, Тейлером, другим. Лидия Чуковская, вот черновик статьи в защиту Сахарова у меня написано, на Сахаровской кухне, письмо Сахарова к Лидии Чуковской, телеграммы Сахарова Лидии Чуковской из архива Елены Цезариной Чуковской, вот эти материалы были показаны. Дальше еще вот одно письмо тоже было показано 1958 года, письмо Дмитрию Заславскому по феррокопии, которую я получил от Елены Цезаревны Чуковской. Теперь, что еще хочется дальше сказать? Выставка в итоге такой работы открылась, и вот во время открытия тоже какие документы экспонировались, просто я их вот имею тоже в своем архиве. Значит, велась работа по феррокопированию материалов средств массовой информации, газет и журналов. Большая работа по приведению к выставочному формату. Какого сделать размера копии, увеличенной, оригинальной, какой фрагмент статьи, как поместить информацию, где эта статья опубликована, на какой бумаге, какого цвета лучше. Разные бумаги, там и красный, и серый, и зеленый. Для экспозиционных вариантов все были перепробованы. Дальше текстовая информация. Есть вот распечатка, просто цитат, которые сначала были из этих документов выбраны, в том числе мной. Затем проба кегля размера, то есть самого гарнитуры, шрифта, формата бумаги, на которой это все будет выведено с учетом длины строки. Вот эти все многочисленные пробы тоже у меня сохранились, вплоть до реального материала, вывешенного или приклеенного на стенах, как вот сопроводительный такой материал всей этой основной информации. Еще что, я проводил большую предварительную информацию, работу информативную по подбору видеоматериалов. Имелось в виду, что по заявкам посетителей можно будет смотреть фильмы бесплатно из фондов музея, они имелись на видеокассетах, объем этих кассет тогда там пара сотен, по-моему, и из большого количества моих предложений, нескольких длинных таких вариантов, в итоге был перечень короткий, умещающийся на одной странице сделан. Сейчас я уже смотрю на эти свои черновые варианты, даже большего объема, а тем более на этот короткий перечень другими глазами, имея нынешний кругозор доступности фильмов, видеопродукций тех лет благодаря самовременному интернету, и, конечно, я бы не так расставлял акценты, но вот все-таки что тогда было сделано, вот по послевоенным годам рубрика, под заголовок, если вы хотите посмотреть эти фильмы, обратитесь, пожалуйста, к дежурному по залу, как это было, разгром советской генетики, 48-й год, телепрограмма, 25 минут, Нюрнбергский процесс, художественный фильм, Зона Вечности, документальный фильм, 43 минуты, Салехард и Гарков, 1949 год, по теме канун оттепели, как это было, Дело врачей, телепрограмма на 37 минут, Холодное лето 53-го, художественный фильм на 97 минут, мы с вами где-то встречались, художественный фильм тоже, но вот в этой описи не указаны ни режиссеры, ни киностудии, ни годы выхода фильма, конечно, сейчас я бы это уже делал обязательно, ну и само начало работы над этим материалом в то время было достаточно трудным, и он очень большой, дальше, по теме оттепель, 9 дней одного года, фильм на 105 минут, как это было, Григоренко Петр, выступление 61-го года, телепрограмма, чистое небо, художественный фильм, как это было 62-й год, Новочеркасск, телепрограмма на 38 минут, заставы леча, художественный фильм, и Колизей Владимир Войнович, телепрограмма на 46 минут, следующая тема, как была дополнительным видеоматериалом, на выставке иллюстрирована, развитой социализм или годы застоя, старая квартира, арест Синявского и Даниэля, телепрограмма на 57 минут, неотвратимость пути Лариса Богорас, телепрограмма на 40 минут, старшая сестра, художественный фильм, зеркало художественный фильм, изгнание об Александре Галиче, документальный фильм на 86 минут, песня Высоцкого, документальный фильм на 64 минуты, исключение о Солженицыной, документальный фильм на 28 минут, как это было, архитилаг ГУЛАГ, документальный фильм на 37 минут, цитата из жизни Елена Чуковская, документальный фильм на 40 минут, и конец этого списка, канун перестройки, здесь представлен фильм Гараж художественный, и Пархиндиада или Бег на месте, художественный фильм, и последняя рубрика перестройка канун распада СССР, экологические проблемы в Советском Союзе, документальный фильм 58 минут, Город Зеро, художественный фильм, забытая мелодия для флейты, художественный фильм, Елена Боннер, 10 лет после возвращения Сахарова, конюшня роста, телепрограмма 29 минут, откуда пришел Сахаров, тоже конюшня и роста, телепрограмма 26 минут, гражданин Андрей Сахаров, вот последний фильм. Теперь, собственно, что у меня еще есть в архиве, во-первых, копии ксероксной прессы с освещением этой выставки, их лучше просто показать немножко, освещения было достаточно много, и отдельные материалы текстовые, которые вот после выбора кедля, гарнитуры, формата, экспонировались так, чтобы их можно было легко прочитать. И я из них оставлю сейчас только те цитаты, которые, мне кажется, и сейчас заслуживают внимания, и достаточно углубленного внимания, и могут иметь первый пласт толкования, второй пласт толкования, актуальности, причины этого явления. Вот, например, знаменитое постановление ЦК ВКПБ от 26 августа 1946 года о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Ну, вот такие там строки были. «Значительная часть поставленных в театрах пьес на современные темы антихудожественно и примитивно, написано крайне неряшливо, безграмотно, без достаточного знания их авторами русского, литературного и народного языка. В ряде пьес идеализируется жизнь царей, ханов, вельмож. Ну, и дальше тут говорилось. В роли театральных критиков в советской прессе выступает крайне незначительное число специалистов. Публикуемые статьи о спектаклях пишутся мало сведущими в искусстве лицами. Ну, и серьезным препятствием для продвижения пьес является наличие большого количества инстанций и отдельных лиц, имеющих право исправлять и разрешать к печати. Дальше. Вот стихотворение Твардовского из его поэмы «За далью даль», которая писалась в 1949-61 год, называется этот отрывок «Так это было» в этом стихотворении. Не всегда это воспроизводилось в изданиях «За далью даль». Ну, вот позиция Твардовского. «Так это было четверть века призывом к бою и труду звучало имя человека со словом «Родина в ряду». Оно не знало меньшей меры, уже вступая в те права, что у людей глубокой веры имеет имя божества. И было попросту привычно, что он сквозь трубочный дымок все в мире видел самолично и всем заведовал как Бог. И всех свершений счет несметно был предуказан, что к чему, и даже славою посмертно герой обязан был ему, а те и вовсе под запретом, а тех и нет уже давно, и где каким висеть портретом впред на века заведено. Ну вот еще несколько подобного рода текстов, экспонировавшихся, характерных для культуры того времени, а может быть и не только того времени, может быть на взгляд культуролога это сквозные проблемы, и тем интереснее, почему они сквозные, какие аналогии. Вот Солженицын в архипелаге ГУЛАГ писал много, и вот я в частности предложил сделать такую выборку, даже вот цитаты они тоже включают пропуски. Значит, существует набор фраз, набор кличек, и не может быть ни одной речи, ни одной статьи, ни одной книги без употребления этих главных наборов. В самом наинаучнейшем тексте где-то надо поддержать чей-то ложный авторитет или приоритет, и кого-то обругать за истину. Ну, будучи современником этой эпохи, студент я 70-х годов, аспирант, преподаватель 80-х годов, вот я вижу, что искусство тех лет отражало действительно вот в таком свете происходящее в культуре событие и в реальном общении, я по своему опыту могу сказать. Дальше. Всякий разговор с начальством, всякий вообще разговор с другим советским человеком требует лжи. писал Солженицын в архипелаге ГУЛАГ. Но еще он писал, каждый остров архипелага поддерживает вокруг себя зловонную зону, зона посредническая. Все, что рождается самого зазорного в архипелаге, просачивается сперва в эту передаточную зону, а потом уже расходится по всей стране. Теперь вот еще из Высоцкого одну цитату я приведу, которая экспонировалась на выставке. Мне казалось, это характерное стихотворение 1971 года, известного только по магнитопленкам до смерти Высоцкого. И вот он такое стихотворение тогда писал, пел. Я в хоровод вступаю хохоча, и все-таки мне неспокойно с ними. А вдруг кому-то маска палача понравится, и он ее не снимет? Вдруг орликин навеки загрустит, любой сам своим лицом печальным? Что, если дурень свой дурацкий вид так и забудет на лице нормальном? Вот мне казалось это интересно и сейчас вспомнить и анализируя культуру как-то вот обращаться использовать. И заканчиваю я сведения об экспонировавшихся текстовых материалов цитатой из материалов 27-го съезда КПСС издательства политической литературы 1986 год. Речь идет о строках из основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986-90 годы и на период до 2000-го года. Но мы знаем, что после 90-го до 2000-го года начались лихие 90-е. А в 2001 году и прошла эта выставка. Лихие 90-е обошлись уже без СССР. Итак, цитирую. Технический уровень и качество многих изделий, в том числе товаров народного потребления, отстают от современных требований, допускались нарушения договорной дисциплины по поставкам продукции, имеются трудности в обеспечении населения отдельными продовольственными товарами. А вот на такой цитате обзор этих материалов я закончу. Длился он 47 минут. Технический Продолжение следует...